Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в XCOM Enemy... Тебе, блин, XCOM 2, а не Enemy. Так, чувак, давай мы поступим следующим образом. Мы засунем тебя вот сюда, и ты закинешь гранатку по сектоиду, и, возможно, снесешь еще пару его укреплений. О, красавчик, отлично. А, так мы вообще красиво снесли. То есть он теперь вообще беззащитный. Так, стримерша Карина, ты давай вставай, наверное, в наблюдение, потому что тут сейчас будет высадка. Вот, давай в наблюдение. Боня, тебе задача... Сколько, 68% у тебя по этому, по сектоиду? Давай, снимай его. Огонь. Ну, 68% промахнулся уже. О, Куту Лярус. Да вот уж и видно, что О, Куту Лярус. Так. Ладно, эта штука, может быть, рванет, поэтому я, пожалуй, тебя отведу куда-нибудь... Ну, пожалуй, куда-нибудь вот сюда давай. Рогжа, да. Рогжа. Так, 74. Ну, зомб нам не это. Нам надо убить сектойда. Сектойда убить. Давай, родимый. Джигурда! Красавчик, есть! Вот, Джигурда тащит. И сейчас этот зомбак тоже упадет. Все, ништяк, Джигурда. Так, летят высадка пришельцев, но у нас там стримерша Карина в снайперском... этом... в снайперском... ну, в засаде сидит. Так, офицеры, два чувака, но это фигня, в принципе, все. Стримерша Карина, будешь шмалять? Стримерша Карина. О, в генерала! В генерала! Только не промахнись, родимая, давай! Да ты издеваешься! Ну как? Ну тут вообще тут... Ты же снайпер! Ты чё? Ой, Вася! Анфир лабай гешосен! Ну кто так стреляет? Так, ладно, давайте тут сейчас этот самый. А, и ручную гранатку не могу закинуть, да? Так, а как мы можем организовать тут систему? Так, а ну-ка, иди, наверное, сюда. Что по фирам? И давай ручную гранатку. По всем трем можешь? По всем трем он не может? Ну тогда хотя бы по двум и убить их эти. Давай, закидывай гранатку, родимый. Я знаю, ты можешь. А, он, вон он как сверху. Прикольно. Вот это приколюха, я понимаю. Так, Боня, 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 Боня. Так, ладно, давайте сейчас стримерша Карина у нас санданет 83%. Ну вот как ты не попала? Вот. Ну ты должна сейчас снять офицера. Ты должна сейчас, обязана просто снять офицера. Давай, родимая. Карина, давай. Ай ты, лапа, стешняша, няша. Красавица просто. Молодец. Не зря тебе донатят. Антенихтет. Так. Боня. Боня, вот где бы тебя тут спрятать вопрос, а, Боня? Может с этой стороны зайти? Или выходить уже в тупую, в эту? Так, ну ладно, я думаю, Боня... Не, в принципе, вот из этого такое полуукрытие нормально. Так, кстати, два хода у меня, я же еще сам этот не уничтожил-то. Так, 66%. А поэтому... Ну, поэтому, ладно, этот мы успеем всегда убить. Я думаю. Огонь, короче, давай этого добивай. Боня Красавелла. Сибли Лиминей. Так. Повышение, здорово. Так, Джигурда, давай ты у нас будешь главный поэта. По уничтожению этой штуки, поэтому давай. Вон, А4, ништяк. В кого он стрелять сейчас будет? В Джигурду, да он промокнется, там расстояние нереальное. Так, Бидон Табешос. Они почти... Ой, а у меня у всех патронов нет, да? Слушайте, я сейчас могу проиграть. А, не, у тебя, благо, есть патроны. Так. 51% тут у тебя 100%. Все, давай, выноси эту шнягу. Все, ништяк, он ее убил. Отлично. Сигнал пришельцев прерван. Уничтожьте силы противника и выдвигайтесь к точке эвакуации. Так, нам осталось... А кто у нас остался? Боня, да? Так, стримерша Карина. А ну-ка, закинь-ка сюда эту гранатку. Мэнфо-гранатка. Красава. Так, ну я думаю, если мы даже вот так тупо впрямую выйдем, то нормально будет. Огонь. Красавелла. Вот просто, вот шо моет, то моет. Так. Все вроде бы, мы всех убили, никаких ранений, ничего не было. За 8 ходов, без потери, без ранений, безупречно. Ну, все, ёпки, тащим. Тащим, тащим. Так, продолжим, посмотрим, чего дальше. 80% процентов процент попаданий. Новый рекорд. Больше всего урона рядовой Боря Моисеев. Больше всех нанес. Вот видите как. Боря Моисеев. Ну ладно. Я, конечно, думал, стример Шакарина больше всех настреляет. Стример Шакарины тут тоже нет. Ну ладно. Вообще нету в статистике. Так, сейчас кого-нибудь повысим по-любому. Кого можно повысить. Так, все, возвращаемся на базу. Готово спорить. Пришельцы до сих пор не опомнились. Так, держать шею. О, ништяк. Мы можем повысить. Так, ну вот давайте посмотрим, кто у нас какие эти. Гренадер. Здорово. Тяж-пехотинец. Это всегда круто. Тяж-пехотинец. Это всегда круто. Джигурда кем стал? О, Джигурда Рейнджер. Это ему подходит. Будет сабли всех выносить в ближнем бою. Ааа, супер. Джигурда. Будет подбегать и орать. Это Джигурда. Хрязь ножиком. Ништяк. Вот. Тут совпало. Тут мы угадали четко. Так, Боря Моисеев. У нас гренадер. Вот ему не подходит, конечно. Так, и что тут? Ага, тут мы можем выбирать, да? То есть, Капрал, я могу либо амортизирующую... Что амортизирующую? Нет, подождите. Амортизирующая под... Да блин, я только навожу. Подкладка. Ваша экипировка содержит дополнительные слои подкладки и пластины, которые добавляют дополнительную единицу брони и снижают урон от взрывов на 66%. То есть, если возле него что-то взрывается, то он как бы этот самый, ему пофигу. И плюс единичка брони. Но я не думаю, в принципе, что это важно, потому что можно не допускать взрывов, да? Что такое дырокол? Оружие типа пушка со способностью разрывать броню. Успешное попадание из пушки уничтожает одну единицу брони. Улучшенные варианты отличаются более сильным эффектом. То есть, успешное попадание. Давайте бонусный урон возьмем все-таки. Если там броня будет, чтобы мы дополнительно ее убивали. Мне кажется, вот это... Ну, прикольней. На 66% урона от взрывов. Давайте вот это возьмем. Ну, честно говоря, мне ни то, ни то не нравится. Вот, но мы возьмем дырокола. Так, Джигурда, Боня и стримерша. Все, ништяк. Ништяк. Все. Так, ладно, поехали далее. Что мы нашли? Модифицированный расширенный магазин. Мы нашли трофей, да? А из артефактов мы нашли трупов, да? Солдатов и два трупа сектой, да? А их-то разве два было? Я что-то даже не помню, что их два было. Так, ну ладно, видимо. А, ну да, один в начале, а другой в конце там. Все, я не понял. Новый персонал. Ву Джин Ким у нас появился. Так, и куда он? Он как инженер, да, сразу пошел. А, все, вот нам у нас еще идет обучение. Нам теперь сюда надо вынатолкнуть. Чтобы расчистить отсек, нужно сперва назначить на эту работу инженера. Чем глубже в корабль мы заберемся, тем больше времени потребуется, видимо, на расчистку. Так, окей, вакансия требуется инженер. Во, Ву Джин Ким, давай. Только скажите, и мы начнем работу, шеф. Давай, Ву Джин Ким пошел расчищать. Во, ништяк, расчистка обломков пошла. Шеф, сообщение по безопасной линии. Источник неизвестен. Перевожу в вашу каюту. Так, и кто тут к нам подключается, интересно? Приветствую, шеф. Прежнего совета больше нет, не существует. Все его участники принесли присягу Адвенту. За одним исключением. Раз вас видеть. Когда вас захватили, я сделал все возможное, чтобы помочь сопротивлению. В результате мы смогли добыть информацию, которая привела к вашему спасению. В настоящее время силы сопротивления в какой-то мере дезорганизованы. Если нам суждено победить Адвент и их инопланетных хозяев, вы должны изменить ситуацию, пока не поздно. Это засекреченные данные о пропавших без вести гражданских лицах по всему миру. Их количество растет с каждым днем. Мы полагаем, что они находятся в одном из секретных объектов Адвента, но его местоположение остается за загадкой. Время не ждет. Вам придется взять на себя руководство силами сопротивления по всему миру. Установите контакт с местными ячейками и координируйте их работу. Найдите секретный объект и ликвидируйте его. Спасите мир, пока еще не слишком поздно. Удачи. Короче, этот чувак... Этот чувак, короче, который в первом XCOM'е с нами общался, он, собственно, во втором тоже есть. Блин, прикольно сделан корабль, должен сказать. Так, ладно, поехали тогда на мостик. Что тут нам говорят? Вот наша текущая позиция, около штаба сопротивления. Здесь наш дом, когда мы не на вылете, и наш единственный источник снабжения. К несчастью, секретный объект объекта Адвента находится в регионе, с которым пока нет контакта. Чтобы хоть как-то добраться до цели, нам нужна помощь местной ячейки сопротивления. У Тайгана есть идеи, как выйти с ними на связь, не привлекая внимания пришельцев. Но на исследование уйдет время. Так. Нужно скорее начать контактировать с другими регионами, чтобы создать глобальную сеть сопротивления и покончить с Адвентом. Новая задача связаться с сопротивлением в зоне секретного объекта, исследовать способ связи с сопротивлением, прибыть в регион, где находится секретный объект и установить контакт. Так, окей. Похоже, прямо сейчас на это нет времени разведка обнаружила кое-что недалеко от нашего текущего местоположения. Шеф, нам удалось достичь определенных успехов, и участники сопротивления из региона Новая Арктика прислали отчеты об активности врага, которые могут нас заинтересовать. Время на расследование. Пять дней. Награда новобранцы. О, конечно, новобранцы нам нужны. Так, полетели. Че тут за ништяки? Шеф, пока мы ждем появления новых заданий и завершения исследований, можно сканировать точки подобные это. Отдайте приказ, и мы начнем что-то там сканировать. Так, ну давайте неповрежденные строения новобранцы дадут. Вот. А, Новая Арктика, это вот мой штаб сопротивления. То есть, это вот... Все, мы... Я понял, то есть, тут надо как в это. В общем, захватывать весь мир потихоньку, вытеснять пришельцев, и потом всем им дать по башке. Так, здорово. Ну ладно, давайте начнем сканировать тогда вот эту штуку. Неповрежденные строения. Модульное оружие исследовано. Так, начать новое исследование. А че дает доступно новое исследование? Магнитное оружие, доступно улучшение оружия. Мы велели солдатам разгрести горы металлолома и обыскать трупы. Теперь они постоянно ищут то, что можно использовать для усовершенствования нашего снаряжения. Никакое сырье в мире не имеет значения, если я не могу придумать ему применение. Но, полагаю, эта модульная боевая система уже хорошее начало. Работа над нашими текущими проектами зашла очень далеко. Интеграция нескольких ключевых компонентов обеспечила необходимую дополнительную стабильность, которой мы так добивались. Благодаря этим модификациям мы сможем произвести еще больше, более значительное усовершенствование, чтобы получить небывалую огневую мощь. Ребятам это понравится. Так, хорошо. Модульное оружие изучили. Лили Шень довольна. Шеф, изучив модульное оружие Адвента, мы можем адаптировать эту систему под свои задачи. Теперь можно устанавливать на оружие наших солдат различные улучшения, которые попадутся нам на заданиях. Отлично. То есть, те, которые мне попадаются, я могу исследовать. Средства связи сопротивления 7 дней надо? Гибридные материалы не знаю. Магнитное оружие 28 дней. Но, видимо, магнитное оружие мне не этот. Ну, ладно, 3 дня, давайте трупа офицеров вскроем. Офицеры Адвента схожи с обычными солдатами Адвента или даже идентичны им. Если говорить о силе и ловкости, однако у них наблюдается более развитая умственная деятельность, офицеры способны отдавать тактические команды своим подчиненным. Все, пошло у нас исследование вскрытия. Я вижу, как члены экипажа молча поглядывают на шрам на моей шее. Если бы мне не пришлось самому доставать свой чип, получилось бы аккуратнее. Офигеть, он сам себе достал этот чип. Ужас. А, тут мостик вот так выглядит, да? Понятно. Так, новобранцы. Многие здания в этом районе остались нетронутыми, поэтому мы передавали аварийный сигнал в надежде найти выживших. Небольшая группа людей осторожно вышла со старого склада. они изъявили желание вступить в ряды сопротивления. А, так это все. Новобранец ожидает приказов вооруженной. Гля, сколько много мы их, этот самый. Мы их зафармили сразу. Прикольно. А, и вот я могу в штаб сопротивления прилететь. Завершить вскрытие адвента. Исследовать способ связи с сопротивлением. Так, ладно. А как мне промотать? А, вот, режим перемотки времени. Инопланетные объекты расчищены. Так, показать место. Лаборатория нужна. Так, время строительства 20 этих. Нужно 3 энергии. Блин, мне, я не вижу количество, кстати, материалов. Надо сейчас будет решить вопрос с этим, потому что у меня закрывает. Ну, то есть, вы на стриме тоже не видите, а вот на записи, по идее, потом видите. Я сейчас просто в левую сторону себе... Ну, у меня там показывается такая табличка, там FPS, время записи, все такое. Я сейчас ее перекину в другой угол. Наверное, даже в правый. Или по центру повешу. Ну, в общем, не суть. Ладненько, давайте я тогда на этом как раз этот выпуск закончу, а в следующем уже разберусь со всем и продолжу. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.